Здравствуйте, дорогие участники тренинга. Разрешите поприветствовать вас и поблагодарить вас за возможность рассказать о работе нашего проекта. Я хочу сказать в первую очередь, что эта лекция проводится в сотрудничестве с Департаментом климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в рамках тренинга по адаптации к изменению климата, который проводится при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Меня зовут Дана Ермоленок, я работаю в проекте GIZ, это Германское общество по международному сотрудничеству. Проект наш называется «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии». И реализуется наш проект «3. Финансовая поддержка Министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии» в рамках международной климатической инициативы. Да, спасибо большое. Я начну свою презентацию и хотела бы сказать несколько тоже вводных слов, о чем эта презентация будет. В принципе, здесь я хотела бы суммировать и рассказать об опыте работы нашего проекта и тех вопросах, которых мы коснулись в попытках понять, как можно учесть климатические риски при планировании развития в Казахстане. И в этой презентации мы рассмотрим два уровня, это национальный и областной уровень, где наш проект работал. И как введение я хотела бы сказать, что мы работали в Восточно-Казахстанской области, это была наша пилотная область для разработки плана по адаптации. И тот опыт, который мы там получили, он лег в основу тех механизмов, которые мы предлагаем в этой презентации. То есть это наше видение и наши идеи, как можно было бы организовать учет климатических рисков и планирование адаптации на уровень области. То есть мы наш опыт в Восточном Казахстане попытались, скажем так, распространить и представить, как вообще можно было бы организовать такую работу на областном уровне. Вы уже несколько дней на этом тренинге. Я думаю, что вы очень много деталей уже знаете про то, как вообще нужно проводить оценку уязвимости, какие механизмы предлагаются в новой редакции экологического кодекса и в методике по учету климатических рисков и уязвимости. И наша сегодняшняя презентация, она поможет вам, наверное, понять, какие дальнейшие шаги были бы возможны. То есть как вообще можно наладить работу с разными уровнями государственного управления для того, чтобы те новые положения экологического кодекса, которые мы предлагаем, могли бы работать. То есть я очень надеюсь, что эта информация будет для вас полезна и она уже дополнит те знания, которые вы получили от других коллег и экспертов. Таким образом, как можно учитывать климатические риски на областном уровне? Здесь вы можете видеть такую схему, которая отражает два уровня, которые мы рассматривали – национальный и областной. И эта схема, она очень, скажем так, на простой картинке мы попытались охватить действующие лица и то, как мы видим возможность для адаптации на областном уровне. То есть, как я уже сказала, мы работали в Восточном Казахстане и там разработали, скажем, такой пилотный адаптационный план. Это заняло у нас несколько месяцев. Работа поддерживалась национальными и международными экспертами. То есть это была хорошая, скажем так, совместная работа с Акимапом Восточно-Казахстанской области и координировала нашу работу там областное управление экономики бюджетного планирования. И, конечно, мы работали тоже и с разными отраслевыми управлениями. Но вот когда мы разработали сам областной план, когда мы написали, какие мероприятия адаптационные можно было реализовать, конечно, встал вопрос, а как вообще можно этот план использовать в жизни. И здесь встает вопрос финансирования, ответственности и включения этих мер в другие планы. То есть сам по себе адаптационный план, он не гарантирует, что, наличие его не гарантирует, что на областном уровне что-то будет происходить. И к тому же разработка большого документа, она довольно затратна по ресурсам. Это и время, и люди, и эксперты, которые должны в этом участвовать. И тогда мы стали думать в команде и с нашими партнерами, а как вообще можно организовать учет климатических рисков и хоть какие-то действия по адаптации без привлечения больших финансов на такую работу по планированию. И одна из идей, которая у нас появилась, это использование существующих стратегических программ областного уровня. То есть здесь на уровне области речь идет о программах развития территории. Это была одна из идей, предложенных нашими партнерами. И у нее есть несколько преимуществ. Во-первых, для реализации таких программ уже определена четкая ответственность за разные действия, за реализацию, за мониторинг. И самое важное, уже есть бюджет, который выделяется на такие программы. Но то, чего в этих программах пока нет, это отражение климатических рисков и вообще использование какой-то долгосрочной климатической информации. И вот это тот момент, который мы хотели бы рассмотреть. Вот это наши два уровня. И дальше мы переходим уже к непосредственно обсуждению использования программ развития территории для наших целей адаптации к изменению климата. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашим схемам и предложениям, я хочу остановиться коротко на том, как выглядит процесс национального адаптационного планирования, а именно, какие стимулирующие факторы есть для этого процесса. Один из них мы уже упомянули, это финансирование. Второе, это, конечно, наличие институциональных механизмов, когда понятно, кто и за что отвечает. Третий важный момент, это обмен информацией, в первую очередь климатической информацией, отраслевой информацией и многими другими вещами. И четвертый аспект, это наличие потенциала, то есть умение тех людей, которые будут участвовать в процессе, проводить такую оценку уязвимости и планировать адаптационные меры. И все наши схемы и объяснения, они будут построены в этой презентации вокруг этих четырех факторов. И здесь мы пытались определить для каждого из факторов ключевые вопросы, на которые мы хотим найти ответы. И то, что вы дальше увидите, это, в принципе, наше упражнение «Мозговой штурм», который мы проводили в разных командах для того, чтобы найти предложения и ответы к этим вопросам. Мы можем перейти сразу к первому блоку, он про финансирование. Каким образом можно было бы включить адаптацию в программы развития территорий, так чтобы были финансы на реализацию адаптационных мер. Как я уже упоминала, основной документ для стратегического планирования на областном уровне – это программы развития территорий. Каким образом происходит разработка программ развития территорий и их финансирования. То есть здесь ключевую роль играет Министерство национальной экономики на нашей схеме. Оно видно на национальном уровне. Министерство национальной экономики, оно, в принципе, определяет методику разработки и программ развития территории, а также базовый перечень целевых индикаторов, которые в этих программах используются. Сама программа непосредственно уже согласно этой методике и базовому перечню индикаторов разрабатывается акиматами областей. И здесь координирующую роль играют областные управления экономики и бюджетного планирования. Конечно, в своей работе они сотрудничают и взаимодействуют с областными отраслевыми управлениями, потому что каждый блок в этой программе, он касается определенного сектора, где знания отраслевых экспертов имеют большое значение. И для каждого сектора проводится анализ, определяются приоритетные меры, которые в дальнейшем уже составляют собой саму программу. Наша идея была, у нас было, скажем так, два предложения, как можно было бы внедрить адаптацию в эти планы. Первая идея, она касается учета климатических рисков во время свод-анализа. Свод-анализ – это та работа, которую проводят областные отраслевые управления, когда они хотят понять, какие есть сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для реализации определенных мероприятий. И мы, наша идея была, ну хорошо, если при своем анализе они смотрят на в целом, какие есть экономические и другие риски для отрасли, которые они хотят учесть, то почему бы им не учесть также и климатические риски? Потому что это долгосрочный риск, который, конечно, имеет значение и будет оказывать влияние на экономическое развитие той или иной отрасли. И да, мы бы предложили тогда включать в свод-анализ и, соответственно, отразить это в методиках разработки программ развития территории. Вторая идея касалась разработки дополнительного целевого индикатора, который бы напрямую отражал связь с климатическими рисками. Ну то есть вторая идея, она выглядит относительно логичной и простой, но мы столкнулись с, скажем, не сложностью, а такой большой задачей, как нужно сформулировать такой целевой индикатор. Потому что, с одной стороны, он должен отражать прямую связь с климатическими рисками, то есть уменьшение определенных рисков и адаптацию к определенным последствиям изменения климата. А с другой стороны, этот индикатор должен быть понятным и для областных акиматов, и для Министерства экономики, и, что немаловажно, он должен быть измеримым. Было очень много идей, которые мы обсуждали во время семинара и во время двусторонних встреч, и мы сформулировали два предложения, которые сейчас я вам покажу. Пожалуйста, не рассматривайте их уже как конкретные, уже определенные индикаторы, но это, скажем так, первые идеи, как бы мог выглядеть такой индикатор. Один из них, он звучит так. То есть здесь мы хотели показать связь с бюджетом, то есть с процентом бюджета, который тратится на меры по развитию, учитывающие климатические риски, то есть уже предполагающие какую-то адаптацию к изменению климата. Ну, условно, допустим, у нас есть 10 мер, которые определены как приоритетные для развития области. И мы знаем, что одна из этих мер, она принимает во внимание долгосрочные климатические риски и соответственные меры по адаптации. Так вот, тот процент бюджета, который направлен именно на такую меру, мы предлагаем в качестве целевого индикатора. Это что вот касается бюджета. Второй пример, он уже связан с количеством определенных климатических рисков, с количеством мер для снижения этих рисков и количеством приоритетных отраслей, в которых они реализованы. То есть посчитать, сколько рисков принятого внимания, сколько мер реализовано и в каких отраслях. Вот это было две идеи. Но, конечно, сами по себе формулировки этих индикаторов, они нам сейчас мало что дают, потому что, как мы знаем, перечень этот утверждается Министерством национальной экономики. И он должен быть, с одной стороны, достаточно убедительным для министерства, а с другой стороны, понятным для акиматов и выполнимым. То есть здесь нам нужна поддержка на двух уровнях. И на уровне акиматов областей, и на уровне Министерства национальной экономики. У нас было несколько встреч и обсуждений в Миннацэкономике, но пока мы не пришли к каким-то конкретным дальнейшим шагам в этом направлении. Потому что основная проблема – это, конечно, вовлеченность Министерства национальной экономики в целом в учет климатических рисков для экономического развития. И это не только областного уровня касается, но и вообще долгосрочных стратегических планов, это касается отраслевых планов. То есть здесь, конечно, необходима большая работа по повышению осведомленности и вовлечению таких ключевых заинтересованных сторон. Второй блок, который мы рассматривали, – это институциональные механизмы. Кто должен проводить оценку рисков и уязвимости, и кто должен определять меры по адаптации. То есть здесь, когда мы говорим про климатические риски, мы имеем в виду, что риск – это производная от уязвимости и опасности, вызванной изменением климата. На этой схеме мы попытались отразить тот институциональный механизм, который мы видим как один из возможных. То есть как сейчас обстоит дело? У нас есть климатическая информация, которая предоставляется как гидрометам. Это наши долгосрочные прогнозы о будущих климатических изменениях. Эта информация сама по себе, она не используется лицами, принимающим решения, потому что она, скажем так, не переведена на их язык, язык отраслевых специалистов. То есть непонятно, каким образом вот эта информация, скажем, изменения уровня осадков или температуры, должна быть учтена в их отрасли. И здесь, конечно, ключевую роль играют институты, которые могут проводить оценку рисков и уязвимости. В нашей схеме мы видим, что одним из потенциальных институтов таких могли бы быть научные исследовательские институты при отраслевых министерствах. Что они, получив определенные знания, могли бы проводить оценку рисков и уязвимости и, скажем, определять это не только для национального уровня, но и передавать дальше эту информацию на областной уровень. То есть чтобы отраслевые специалисты на областном уровне также получили эти знания. И здесь было несколько идей. Одна из них была это составление так называемого каталога адаптационных мер. То есть, например, научный исследовательский институт для, скажем, сектора сельского хозяйства проводит оценку рисков на национальном уровне для разных регионов, определяет возможные адаптационные меры и потом предоставляет эту информацию в понятной форме областным специалистам. И те уже могут применять эту информацию на местах с учетом всей местной специфики. Потому что, как мы знаем, любые адаптационные меры, они должны быть наиболее локализованы, то есть учитывать конкретные условия конкретной местности. Вот. Это была одна из идей, как можно было бы построить эту связь. Следующий блок, он касается обмена информации. Как нужно собирать климатическую информацию и как обмениваться информацией о рисках и об уязвимости, о вариантах адаптации. Вы в предыдущие дни, конечно, получили гораздо более детальную информацию о том, как осуществляется сбор климатической информации и как она потом используется для оценки уязвимости. Наша схема, она здесь отражает как раз связь между национальным и областным уровнем. Как я уже говорила, такая климатическая информация, она есть в КАЗ-гидромете. То есть необходим обмен информацией между КАЗ-гидрометом и теми институтами, которые будут отвечать за оценку рисков, то есть интерпретировать эту информацию в понятные, скажем так, определения для отраслевых специалистов. И также предложения по адаптации. Это обмен на национальном уровне. Обмен между национальным и областным уровнем также необходим. То есть здесь, как мы уже говорили, была идея этого каталога. Ну и вообще в целом можно рассмотреть различные варианты обмена информации между этими двумя уровнями. Четвертый важный блок – это наличие потенциала. То есть для того, чтобы качественно проводить оценку уязвимости и рисков, нужно понимать методы, как такая оценка проводится. И, соответственно, необходимо обучать людей проведению такой оценки. И, возможно, необходимо обучать также тренеров, которые будут дальше распространять эту информацию по оценке уязвимости и рисков среди отраслевых специалистов. Следующий блок нашей схемы, он касается как раз этого момента. То есть у нас была идея о том, что может быть, может существовать некая обучающая организация, которая помогала бы распространять знания по оценке рисков и уязвимости среди различных заинтересованных национальных научно-исследовательских институтов, среди специалистов на областном уровне, ну то есть довольно широко в масштабах страны. И для этого можно было бы провести такую серию тренингов. Мы знаем, что в прошлом году, в 2019, как раз проекте 5 плюс 1 при поддержке USAID такой тренинг проводили, тренинг для тренеров. Эту работу мы планируем продолжить. И, например, в октябре 2020 года JIZ совместно с программой развития ООН планируют дальнейшие тренинги по оценке рисков и уязвимостей. То есть мы хотели бы продолжить эту работу и дополнить ту работу, которая ведется разными организациями в Казахстане. Вот это что касается обучения. То есть здесь вы можете видеть целиком нашу схему, который отражает разные аспекты и наличие климатической информации и усиление потенциала и возможности финансирования. Еще раз я хотела бы сказать, что данная схема, она построена как раз на том опыте работы, которая у нас была в Восточном Казахстане. И мы, объединившись с глобальной сетью НАП, это сеть, которая помогает и поддерживает национальные процессы по адаптации, мы провели такое, скажем, исследование небольшое, где пытались объединить результаты нашей пилотной работы с поиском таких возможностей на национальном образном уровне для институциональных механизмов их финансирования. Эту работу мы проводили в 2019 году. и надеемся, что она будет полезной в том числе для той работы, которая ведется в рамках разработки новой редакции экологического кодекса, в рамках подготовки правил по проведению адаптации и работы по усилению потенциала лиц, которые вообще участвуют во всех процессах НАП. И в конце моей презентации вы сможете увидеть также ссылки на веб-сайт нашего проекта и на веб-сайт проекта глобальной сети НАП, где больше информации вы можете получить о том, что мы делали, и в том числе полный отчет о проведении такого исследования по вертикальной интеграции климатических действий в Казахстане. Спасибо большое. Будет еще несколько вопросов на трех слайдах для вас. И разрешите меня еще раз поблагодарить вас за возможность такой лекции. Спасибо. 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 Спасибо.